Я Кунцевич Елена Леонидовна, учитель начальных классов гимназии номер 30 города Минска имени героя Советского Союза Бориса Семеновича Крестина. Категория высшая, стаж работы 30 лет. Изучать тему использования интернет-ресурсов для развития познавательной активности учащихся на первой ступени общего среднего образования начала в связи с участием нашей гимназии в апробации модели обучения с использованием индивидуальных электронных устройств один ученик, один компьютер. Пройдя обучение в парке высоких технологий, узнала о сервисах, которые можно применить при обучении учащихся на первой ступени. Когда я применяю интернет-ресурсы, в частности сервисы Web 2.0 в своей работе, я реализовываю принципиально новые формы и методы обучения, добиваюсь наилучших результатов учебной деятельности с наименьшими затратами времени, активизируя при этом познавательную активность учащихся. Компьютер открывает доступ к новым источникам информации, повышает эффективность работы, дает новые возможности для творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков. Процесс обучения и воспитания в моем классе перешел на качественно новый уровень. С первого класса мы учились с детьми работать и создавать презентации в Powerpoint. Я видела перспективу перехода дальнейшей работы для создания совместных Google-презентаций. В первом классе дети успешно освоили создание презентации в Powerpoint, используя все его возможности. И во втором классе мы продолжили на основе наших знаний создание совместных Google-презентаций. Детям очень нравится данный вид работы. Им очень удобно работать совместно, не выходя из дому, в любое удобное для них время. Своими умениями и навыками дети поделились на городском семинаре учителей начальных классов. Самым любимым сервисом у моих учащихся в настоящее время является Linoid – виртуальная онлайн-доска совместного использования. Современные веб-сервисы представляют огромные возможности для совместной, коллективной, парной, индивидуальной работы учащихся, как в гимназии, так и вне стен учебного кабинета. Сервис достаточно легкий в освоении, может использоваться на различных этапах работы на уроке. Я очень часто работаю в Linoid, и мне эта работа очень нравится, потому что там очень быстро можно вставить картинки, вставить текст, а также видео. И мне очень нравится в нем работать для проверки домашних заданий по русскому языку, русской литературе, человеку и миру, и вообще по всем предметам. Это я делала презентацию про орхидеи. Здесь были интересные факты про них, а также красивые картинки. Потом я делала вопросы для всех детей, и потом я говорила спасибо за внимание. В компьютерной поддержке уроков я использую обучающие программы по русскому языку, литературному чтению, математике, человеку и миру, трудовому обучению, музыке, правилам дорожного движения. По белорусскому языку практически нет материалов для учащихся на первой ступени общего среднего образования. В связи с этим я создаю самостоятельно, чаще всего используя возможности сервиса Learning Apps. Этот сервис очень легок в освоении, на основании шаблонов можно создавать свои работы на любую тему. Этот сервис очень понравился также и моим учащимся. Этот сервис называется Learning Apps. Его я очень часто использую для подготовки интересных работ. Например, это работа в белорусской мобе. Ее я делала для того, чтобы проверить, насколько все хорошо знают белорусские слова, и насколько все хорошо готовятся к примерам. Еще я делала работы на русскую литературу и человек-мир. И мне это нравится, потому что здесь очень удобно создавать викторины для работы в белорусском языке. Повышение познавательной активности учащихся реализуется и во внеклассной деятельности, которая дает детям возможность также раскрыть свои способности. Так, в частности, мы, начиная с первого класса, участвовали в различных сетевых проектах на сайте Началка. В первом классе это было путешествие в Игромир. В рамках этого проекта мы создали белорусскую игрушку, расписали ее и венецкой росписью. Во втором классе в сетевом проекте со скоростью света по Млечному пути создали презентацию о наших белорусских космонавтах. В третьем классе геометрическое путешествие. Мы познакомили участников проекта с нашим мирским замком, который был выложен из геометрических фигур. Изучение любой дисциплины с использованием образовательных интернет-сервисов дает возможность учащимся для размышления и участия в создании элементов урока, что способствует развитию познавательной активности. Мои учащиеся хорошо владеют информационными технологиями, а использование на уроках нетбуков оказывает только положительное влияние на их успехи. Поскольку наша гимназия является филиалом кафедры естественно-научных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, то в рамках работы филиала я даю мастер-классы для студентов по использованию информационных технологий на учебных занятиях, а также делюсь опытом на городских и районных семинарах, заседаниях методического объединения учителей начальных классов. Результаты моей работы были отмечены дипломом первой степени победителя интернет-проекта «Классный руководитель. Вопросы и ответы. Республика Беларусь. 2014 год». На конкурс был представлен блок «Первоклассник». Диплом первой степени я получила также по итогам второго всероссийского конкурса презентации портфолио «Лидеры новой школы» в номинации «Использование ресурсов Веб 2.0 в начальной школе. Россия. 2014 год». Мои учащиеся успешно осваивают интернет-ресурсы, используют их в процессе подготовки к урокам, на различных этапах урока, а также во внеклассных мероприятиях. Владение современными компьютерными технологиями помогает учащимся быть успешными как в учебной деятельности, так и в интеллектуальных сетевых конкурсах и проектах. Учебное занятие превращается в увлекательную игру, которая заинтересовывает всех, потому что работа дифференцируется. Каждый учащийся занимается тем видом деятельности, который ему наиболее интересен и посильен. А главное – нет переутомлению. Изучение современных интернет-ресурсов открывает большие возможности для развития детей. Каждый педагог должен задуматься о том, как сориентировать учеников в том потоке информации, в котором живет современный учащийся. Субтитры создавал DimaTorzok